всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и у меня сегодня для вас снова вот такой оригинальный узор вы даже не представляете как он просто вяжется это буквально резинка 1 на 1 то есть чередование лицевых и изнаночных петель с маленьким секретом а что здесь за секрет я конечно же вам сейчас покажу использовать такой узор можно как основной например вот из этой пряжи получилось такое толстенькое полотно хорошо держащие форму и я бы в этом случае связала кардиган пальто такого прямого силуэта с отложным воротником либо со стойкой вот прям вижу такую модель очень красиво смотрелось либо можно использовать этот узор в качестве акцента на резинке если вы продолжите его по полочке у вас получится красивая планка ну в общем использовать можно хоть где так что вариантов для фантазии неограниченное количество придумывайте что-то свое и применяйте итак давайте разберемся как вяжется этот узор и начинать мы будем с изнаночного ряда то есть первый ряд у вас будет изнаночной вы набрали количество петель нечетное и провязываем резинку один на один это будет изнаночный ряд первая петелька у нас снимается она у нас кромочная дальше вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная то есть обыкновенное начало резинки один на один так мы продолжаем вязать до конца ряда и этот ряд должен закончиться у нас лицевой петлей потому что мы набирали нечетное количество и последняя петелька у нас кромочная так теперь мы разворачиваем работу и начинаем вязать лицевой ряд первая петля кромочная мы ее снимаем вторая петля у нас будет изнаночная дальше после изнаночной петли нам нужно сделать накид накид делаем вот в эту сторону то есть ниточка к себе через спицу провязываем дальше снова резинку один на один лицевая изнаночная лицевая то есть мы провязали изнаночную петлю после нее сделали накид и провязали еще три петли лицевая изнаночная лицевая теперь смотрите маленькая хитрость или секретик этой резинки подцепляем накид спицей вот видите вот так и протягиваем их через него три петли которые мы только что провязали у нас получается перетяжка которая обвела вот эти три петельки все дальше нам остается только повторять изнаночная петля сделали накид от себя я делаю накид вот таким образом мне удобнее подцеплять вот этот накид потом для перетяжки можете попробовать сделать накид в другую сторону возможно вам так будет удобнее далее мы провязываем лицевая изнаночная лицевая подхватываем накид и протягиваем через него три петельки снова изнаночная петля сделали накид лицевая изнаночная лицевая подхватили накид протянули через него три петли вот и весь секрет вяжем так до конца ряда смотрите в конце ряда у меня осталась одна изнаночная после перетяжки я ее провязываю и провязываю кромочную петлю у меня набрано тридцать одна петля поэтому у меня в конце получилась одна изнаночная перед кромочной у вас возможно будет немножко по-другому в зависимости от того сколько петель вы наберете следующий ряд изнаночной мы снова провязываем обыкновенную резинку один на один лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так далее смотрите следующий лицевой ряд у нас будет провязываться точно так же только мы вот эту перетяжку будем сдвигать смотрите теперь внимательно сняли кромочную провязали изнаночную и вот в этом ряду мы после изнаночной после вот этой первой изнаночной мы делали накид провязываем еще одну лицевую и еще одну изнаночную то есть нам всего лишь нужно дойти до следующей изнаночной для того чтобы у нас вот эти перетяжки были в шахматном порядке здесь снова делаем накид провязываем 3 петли лицевую изнаночную лицевую и перекидываем накид через них все вот видите у нас протяжка получилось уже со сдвигом все продолжаем этот ряд дальше так изнаночная накид лицевая изнаночная лицевая перекинули накид через три петельки изнаночная накид лицевая изнаночная лицевая перекинули накид через три петли все вяжем так до конца ряда и смотрите в конце ряда после последней протяжки у меня остается мало петель то есть вот изнаночная здесь бы надо было бы сделать накид но здесь петель мало их просто провязываю уже без накида то здесь перетяжки у нас не будет вот вот таким образом здесь будет дальше вы просто продолжаете чередовать эти четыре ряда и у вас получится вот такой красивый оригинальный узор еще вы меня всегда спрашивайте что за пряжа у меня использована для образцов это пряжа вита сапфир 45 процентов шерсть 55 акрила в 100 граммах 250 метров и вот это пряжа хапсалу это очень тонкая пряжа тут 1400 метров я ее вязала в 4 ниточки это стопроцентный меринос и так я надеюсь что этот узор вам понравился и урок был для вас полезным не забывайте сохранить его к себе поделиться в своих соц сетях также поставить лайки и написать комментарий но я пошла искать для вас новые узоры встретимся в следующем уроке с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока